Вот мне лапки. Вот мне. Вот мне. Вот мне. Михаил Ракитин показывает следы ночного побоища. Они собачьи, отпечатались на заборе. Соседские псы смогли перемахнуть через двухметровую ограду курятника, а после уничтожили всю живность. Один из злоумышленников даже не стал покидать место преступления. Видно, сильно объелся, вот и не смог перепрыгнуть обратно, язвит хозяин. Хотя Михаилу Ракитину сейчас не до смеха. Этой ночи у него погибли 80 кур и 20 уток. У меня вот, я сердечник, я инфарктник. Вот глицерин сразу и разов 10 уже под язык тыкал. Вот какие чувства. У меня трясёт всего от этого. На улице с символичным названием «Подсобное хозяйство» от собачьих набегов уже пострадали пять хозяйств. У кого псы погрызли кур, у кого индюков. Тамара Хомутинникова лишилась кроликов. Виновники этих бед живут по соседству. Разводят собак, по ночам отпускают их погулять. Она мне в прошлый раз говорила, когда у неё поели собаки. Тамарочка, возьми ружьё и застрели её. Я тебе разрешаю. Да, а нам потом по судам. А потом она тут же завтра на суд подаст. Никто толком не знает, сколько псов живёт за этим забором. В прошлом году насчитывали восемь. Сейчас, говорят, осталось три. Но и в таком количестве они, как оказалось, любят ходить в гости. Хозяйка же с соседями общаться не хочет. Давай, давай, выходи сюда. Николай Ракитин с соседкой судится уже второй год. В прошлом году псы у него уничтожили больше сорока птиц. Компенсации не дождался. Лица бесполезно, да. Она отказывается. Не мои всё. Не мои собаки. Это хорошо, что она тут осталась, собака. Она не перепрыгнула назад. А у меня вот забор. Она перепрыгнул сюда и сюда. Виновника последнего несчастья соседи засняли со всех ракурсов. За несколько лет собачьего террора – это первое весомое доказательство. От своего пса хозяйка не отреклась. Просила вернуть. Михаил Ракитин обещал, но только после приезда участкового. Уже подсчитал убытки. Получилось 100 тысяч. Тоже будет судиться. Елена Азарченко, Тимофей Астахов. ТВК Новости.